Театр имени Пушкина дает сегодня премьеру. Героини спектакля – очаровательные сестры-старушки. Совсем не похожи друг на друга. Общие у них – любимые племянники, да старенький дом, который стоит в самом центре города. Элитная недвижимость как повод для комедии в эксцентричной постановке «Семейка Крауза». В доме сестер Крауза мир и покой. Роза печет пирожки, Генриетта развлекает беседами. Вдруг приходит Бабакин, сотрудник мэрии, и угрожает отнять их дом. Затем наливает себе домашние наливочки и угощается пирожком. Так в доме семьи Крауза появился труп, и история приобретает черты триллера. Старушки заметают следы, прячут Бабакина сначала под стол, потом в шкафу и спокойно разбредаются по комнатам. По словам художественного руководителя постановки Евгения Писарева, этот спектакль он поставил специально для примы театра Веры Аллентовой. Я, во-первых, всегда люблю разнообразные роли. Поскольку я преподаю студентам, то я говорю девочкам, что вы не всегда будете молоды и прекрасны. Иногда наступает момент, когда вы становитесь старше, и надо найти в себе характерность. Правда, за «Семейку Крауза» театр имени Пушкина пришлось побороться. На пьесу современного отечественного драматурга Александра Коровкина претендовали многие столичные театры. Где-то даже приступили к репетиции. Но немаловажную роль сыграло желание самого автора. Его пьесу поставили уже в нескольких российских театр. Но ни одна из сценических версий драматурга пока не устроила. Я сам человек провинциальный, но родился в провинции. И вот провинция накладывает отпечаток немножко такого аншлага чуть-чуть. А здесь, в этой пьесе, именно это сразу видно. Пошловато. А тут хочется на чистом сливочном масле. Поэтому, зная хорошо этот театр, это, конечно, была первой причиной, что именно сюда пьеса была отдано. Постановка в театре Пушкина – это классическая комедия положения, где находится место и детективу, и мелодраме, и социальной сатире. Такие пьесы, такой материал, как анекдот. Вот, нельзя настаивать на юморе, иначе будет не смешно. Или нельзя юмор расшифровывать, иначе слушатели или зрители скажут, а, ну, да, наверное, смешно. Невестка тетушек надувает губы и с криками «Зая» бежит делать селфи при каждом удобном случае. Племянники, продюсер и уголовник пытаются заработать на родовом гнезде. В спектакле много узнаваемых типажей. Как сказал Оскар Уальд, если хочешь рассказать людям правду, рассмеши их, иначе они убьют себя. Аля Шерифовна, Владимир Полонин, Новости Курсов.